Васту коррекции, ответы на вопросы. Привет, друзья! С вами канал ArtVastu. Сейчас я попробую ответить на вопросы, которые накидали нам на ютубчике. Давайте посмотрим. Подскажите, что делать, если кухня на севере? Кухня на севере – это значит загрузка на севере, плюс много техники, всякой тяжелой, посудомойка, холодильник и прочее. Нет окна, скорее всего. Соответственно, мы можем корректировать ее, так же, как я в видео рассказываю, коррекция севера по Васту жемчугом и серебром. Все как обычно. Если у вас есть дефект в секторе, вы корректируете сектор таким образом, как я вам рассказывала. Значит, мы берем жемчуг и серебро и закладываем в пол или в плинтус. Ставить вазочки сверху неэффективно, даже не начинайте, только в пол. И, конечно же, ненужные вещи мы утаскиваем отсюда, чтобы создать большее пространство. Не забывайте про зеркала, про гирлянды с белым светом. В этом секторике, в секторе. Так, прекрасная подача, очень интересно. Скажите, пожалуйста, дом квадратный, но пристроен кухня, гараж на северо-востоке и востоке. И все строение смотрится буквой Г. Нужна коррекция или нет? Нужна коррекция и по-хорошему вам нужно на консультацию. Вообще, кроме квартир, у нас же есть еще дома. И когда мы корректируем дом, мы помимо дома корректируем еще участок. Сейчас я вам приведу сравнение. Квартира и дом на земле. Вот квартира в доме. В доме у вас сколько квартир? Например, 100 или 300 или даже больше. В зависимости от того, какой этажности дом. В каждой квартире проживает несколько человек. Ну, например, там 300 квартир, 600 человек, 700 проживает в одном многоэтажном доме. И у вас дом стоит на земле, в котором проживает, например, трое. Ваша семья или четверо. И вот площадь участка под многоквартирным домом и под домом, который ваш частный, нам примерно одинаковая. Ну, неважно, больше, меньше, не суть. Земля и окружение очень сильно на нас влияет. Сильнее даже, чем сам дом. Это склоны, пригорки, вода где-то, рядом какие-то дома или кладбища, больницы, еще что-то. Так вот, дефект в многоквартирном доме вот этого окружения, он и форма дома многоквартирного, она делится, вот этот весь дефект, он делится на всех проживающих в этом доме многоквартирном. То есть, например, там на 700 человек. И точно такие же дефекты в вашем частном доме, они делятся только на вашу семью. То есть, там на троих, на четверых, на двоих, сколько там вас проживает. Понимаете, какая масштабность? То есть, почему так важно корректировать обязательно участок? Но также дома можно корректировать по принципу квартир. Сам дом вы всегда можете корректировать по принципу квартир. То есть, если у вас плохой северо-восток из-за пристройки, пристройка в северо-востоке утяжеляет. Соответственно, на ваш северо-восток в доме вы можете положить корректора северо-востока. На востоке в доме вы можете положить, если на востоке пристройка, она утяжеляет, на востоке в доме вы можете положить корректора востока. Вот. Поэтому, пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь. Все видео адаптируйте под свой загородный дом. Так. Камни должны быть необработаны. Подойдут ли бусины из браслета, например. Речь идет про коррекцию брахмастана, и тут я рассказываю про рубины. Смотрите, я лично натуральные рубины, чтобы они были в браслете, в руках не держала. Если это действительно настоящий рубин, конечно, они подойдут. Вот. Если это просто стекляшки, покрашенные в цвет рубина, то нет. Вот. Вот. Тут вопрос, натуральные ли камни. Вот. И, конечно, если покупать, лучше покупать необработанные, потому что это вам будет намного дешевле. Камень будет натуральный и необработанный. Чем вы будете покупать, втридорого переплачивать. И не факт, что, кстати, камни натуральные. Вот. Намного дороже у вас выйдет коррекция. Так. Юго-запад можно поставить морозильник, у меня там кухня. Юго-запад, если вы посмотрите про сектора тока и сектора притока видео, вы увидите, что юго-запад мы утяжеляем. Морозилка, холодильник – это тяжелые предметы. Вот. Все тяжелые предметы там просто отлично будут располагаться. Так. Если в Брахмастане колонна, что делать? Это опять к видео про Брахмастан. Я в этом видео рассказываю про рубины. Соответственно, вы можете найти центр, центр квартиры и положить туда рубин или несколько рубинов в эту колонну. Ну, вниз, в самый низ или в плинтус, или как-то там почти в плинтус. Вот. И будет у вас все отлично. Ну, на самом деле, если только одна колонна и больше ничего, и там пустота, то, в принципе, это не проблема. Вот. Если там, кроме этой колонны, еще проходит шкаф, забитый вещами, еще куча мебели, то вот это вот уже проблема. Это тогда нужно растаскивать и максимально Брахмастан освобождать. Но, что касается колонны или стены, то в этом месте можно повесить зеркало, рассказывала обязательно, чтобы в нужной стороны смотрела. Можно повесить картину, вот как в примере, и можно заложить рубин, да, вниз. Так, очень информативно и наглядно. Вопрос по юго-западу и югу. Окна выходят на эти стороны. Это наша столовая кухня. Кухонная гарнитура, плита смотрит на юго-восток. Середина южного сектора по оси находится в углу стены. В этом же углу стоит холодильник, а в противоположном углу юго-запада стоит морозильный и ларь. Холодильник считается утяжелением секторов юга и юго-запада, или все же надо дополнительно корректировать сектора. Холодильник и морозильник являются утяжелением, потому что они вес, но окна выходят на эти стороны. Обязательно нужно корректировать ваш холодильник и морозильник. Это хорошо, что они там стоят, а не на севере или северо-востоке, но обязательно все коррекции по полной. И подвесы, и металлы, и камни, все-все-все, и спирали еще. Не совсем поняла про балкон. Тоже делать ожерелье по внешним стенам. Друзья, продолжение видео полной версии будет по ссылочкам в описании. Заодно вы посмотрите, куда на меня можно подписаться, потому что что будет с ютубом, никто не знает, чтобы вы меня из виду не потеряли. Переходите, пожалуйста, по ссылочке в описании и подписывайтесь. С вами был канал ArtVastu. Увидимся в следующем видео.